10 апреля наш город отметил 77-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. Этот день по праву считается одним из главных и любимых праздников одесситов многих поколений. Традиционно в этот день наши земляки вспоминают героев-освободителей, отдают дань памяти и уважения спасителям Южной Пальмиры, возлагая цветы у монументов воинской славы. Коллективы Одесской юридической академии, Международного гуманитарного университета и Международной академической школы Одесса во главе с президентом образовательных учреждений, почетным гражданином города Одесса и Одесской области Сергеем Киваловым, также приняли участие в праздничных мероприятиях. Далее в сюжете моих коллег. Традиции незыблемы. В день освобождения Одессы от нацистских оккупантов жители города-героя в знак памяти и огромной благодарности возлагают цветы к монументам воинской славы. 77 лет нас отделяют от тех событий, переломивших ход истории. Меняются поколения, изменяется Одесса, но человеческая память жива. Дети защитников Южной столицы и воинов-освободителей передают правду о тех днях внукам, а уже те – правнукам. Сегодня защита исторической памяти по-прежнему актуальна, как и последние 10-15 лет. И наша общая задача – не дать подвигу оказаться в забвении, убежден почетный гражданин города Одесса и Одесской области Сергей Кивалов. Очень важно, что мы смогли сегодня сохранить память. И наши оппоненты, и многие пытаются сказать, что не было того подвига, что это не праздник. Нет. Все то, что касается 10 апреля, то, что касается 9 мая – это праздник, который дороги каждому одесситу, каждому ветерану. Вы знаете, не случайно, наверное, именно 1 мая 1945 года главнокомандующий объявил город Одессу городом-героем. Одесситы, которые непосредственно принимали участие в освобождении города, их единицы остались, но они есть. Это история, это носители нашей истории, истории нашего славного города, города-героя Одессы. К стелле «Крылья Победы», что на площади 10 апреля, по доброй традиции, пришли коллективы Национального университета, Одесская юридическая академия и Международного гуманитарного университета. Вместе преподаватели и студенты – представители разных поколений, но одинаково ценящих подвиг своих дедов и прадедов. Преподаватель МГУ, народный артист Украины Георгий Делиев убежден, значение даты 10 апреля 1944 года для нашего города ни в коем случае нельзя недооценивать. Одесса – очень свободолюбивый город. И, конечно, никогда никакие режимы, никакие давления Одесса никогда не хотела воспринимать. И здесь вот такое радостное событие, когда Одесса сбросила ИГО немецко-фашистских захватчиков. Поэтому это великий праздник. Об этом надо помнить, чтобы не повторялось это. Потому что, ну, история же витками повторяется, люди забывают. То есть поколение уходит какое-то, а следующее поколение не знает, насколько это страшно. Поэтому, конечно, надо праздновать. Это праздник, это светлый праздник. Сегодня действительно очень большой праздник для нашего города, города-героя – День освобождения жемчужины у моря. И хочу сказать, что для коллектива Международного гуманитарного университета, возглаве с президентом университета, академиком Киваловым Сергеем Васильевичем, это очень важный праздник. И вот мы все, все руководство, деканы, проректора, студенческий актив, студенческое самоуправление пришли для того, чтобы почтить память погибших, которые стояли насмерть, для того, чтобы Одесса сегодня была свободной, мирной. Вы знаете, что касается патриотизма и уважения, побед, подвигов наших прадедов, дедов, то в Одесской национальной юридической академии это, наверное, стоит на первом месте. Это нам прививает наш руководитель Сергей Васильевич Кивалов. И мы это все коллективам, преподавателям, руководствам и студентам очень поддерживаем. Почему? Потому что когда, как не сегодня, мы понимаем, что мирное небо – это большое дело. И когда мир, тогда можно творить, можно развиваться и творить добро, и строить, и так далее. Впервые вместе с коллективами Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета цветы к монументу «Крылья победы» возлагали учителя и ученики Международной академической школы Одесса. С ранних лет дети учатся уважать историю родного города, а главное – знать ее. Здесь вот смотрю коллеги наши и студенты Национального университета юридической академии, и Международного гуманитарного университета, и колледж, вы видите, красивые дети в форме, колледж наших университетов. Я смотрю и сотрудники школы, учителя школ находятся здесь. Это очень важно, чтобы педагоги были и разделяли это радостное событие, связанное с Днем освобождения Одессы. Они будут передавать школьникам, они будут передавать первоклассникам те добрые, хорошие традиции. Я, знаете, искренне сорадуюсь, что здесь есть дети, здесь юноши, девушки, здесь молодые люди, которые чтут этот праздник, здесь ветераны. И, наверное, очень важно, чтобы мы всегда так помнили. Нужно искренне сорадоваться, что этот праздник сегодня у нас есть, и никто у нас его не заберет никогда, ни при каких обстоятельствах. Потому что этот праздник в сердце и в душе каждого одессита. Для меня сегодняшний праздник – это радость. Потому что тут можно покупать цветочки, все такое нежненькое. Всякие стишочки можно рассказать. Поздравляю всех одесситов с праздником. Желаю всем мирного неба над головой. День Одессы – это когда Одесса победила немцев. Они захватывали Одессу, и мы победили. Вся Одесса очень счастлива этому празднику. За время оккупации, продолжавшейся 907 дней, в городе погибли 82 тысячи жителей. 78 тысяч человек были угнаны на принудительные работы в Германию. За героизм и отвагу, проявленные в боях за город, 14 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. Более 2150 человек награждены орденами и медалями СССР. Но за сухими цифрами и застывшими монументами не разглядеть живых лиц, искалеченных жизней, разрушенных семей, не понять, как высока цена той победы. И за какие подвиги Одесса – одно из первых на советском пространстве – получило звание Город-Герой. «Сегодня все даты нашего героического прошлого народа, жителей нашего любимого города, как никогда приобретают свою актуальность. Особенно сейчас, когда идет пандемия, и когда мы начинаем осознавать, насколько важна ценность человеческой жизни, здоровья. И такие праздники дают понимать, что люди, которые всегда боролись, чтобы жители наши были свободны, жили долго и счастливо. Они действительно актуальны». «Сегодня пришел и коллектив университета, и студенты многие поприходили, которые отдали дань памяти тем, кто отдал свои жизни, для того, чтобы мы жили в свободной, независимой стране. И мы таким образом должны будущему поколению передать эти все традиции, помнить большой подвиг наших дедов, прадедов, которые сложили свои головы для того, чтобы мы сегодня имели возможность жить в независимом государстве». «Нет ни одной семьи в Одессе, в Украине, которые бы не коснулись события тех лет, кровавых лет. Например, у меня погиб прадед в 41-м, в октябре 41-го года. У меня героически сражались много родственников и в партизанском сопротивлении и помогали в тилу нашим войскам». «10 квітня, именно вызвание Одессы, 70-летний год, это был первый заход в Одессе, который мы увидели, и войсковые моряки, и войсковые журналысти украинские, который так отзначается очень широко. И я рад, что так же и мой университет, Национальный университет, Одесская юридическая академия, очень уважает этот день, это святое, завжди. И я думаю, что наших студентов, наших майбутних журналістов, можно сказать, уже сегодняшние журналісти, мы будем так само выховувати в цьому досі». Студенты Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета – молодые люди, которые не живут в своем узком мире, а интересуются реальной историей города и страны. Дисциплины военно-патриотического воспитания в высших учебных заведениях проводятся не для галочки. «Несмотря на тяжелую обстановку в мире, в Украине, несмотря на карантин, Одесская юридическая академия все равно отмечает этот великий праздник дня освобождение Одессы от немецко-фашистских захватчиков, потому что это наша история. И это, как никогда, самое важное для нас – чтить и помнить, и приходить, и собираться все вместе в такие дни. Конечно же, соблюдая все карантинные меры. Сегодня с президентом Национальной юридической академии Сергеем Васильевичем Кивалом мы пришли на этот великий монумент, чтобы возложить цветы и почтить праздник наших предков». «Наш колледж Международного гуманитарного университета. Мы чтим все традиции, мы их соблюдаем, мы воспитываем будущее поколение. Это очень важно. Сегодня 10 апреля, и сегодня день освобождения Одессы от нацистской Германии. В этой войне участвовала моя прабабушка, прадедушка, и я не могу не отдать дань данному празднику». Студенты университетов – активные участники культурных мероприятий, которые проводила Одесская юрокадемия до пандемии. Каждый год в стенах Национального университета Одесская юридическая академия по случаю Дня освобождения города и Дня Великой Победы для ветеранов, воинов-освободителей, активистов ветеранского движения, руководителей ветеранских организаций организовывали торжественные приемы. Студенты, воспитанники Центра культуры устраивали праздничные концерты и вместе с молодежью песни военных лет пели ветераны. Ни один из таких концертов не проходил без героя-освободителя, участника боевых действий Якова Савченко. К сожалению, летом прошлого года Яков Андреевич покинул этот мир. Однако его потомки с благодарностью вспоминают то время, когда Яков Савченко общался со студентами, рассказывая им правду жизни 16-летнего воина. Яков Андреевич возглавлял детгородок, детского дома. Это находится в Одесской национальной юридической академии Международном гуманитарном университете. Все объединено под руководством Сергея Васильевича Кивалова. Искренне Яков Андреевич благодарил и просто поэтически чувствовал благодарность за то, что его помнят. Он выступал перед студентами. И насколько это было все-таки действенно, что я видела детей, у которых были слезы. И дети искренне слушали, потому что Яков Андреевич рассказывал не просто прозаические какие-то фразы, он рассказывал на примере своего боевого подвига, как он ушел воевать в 16 мальчишеских лет. Вот этот человек, который прошел всю войну, который изранен и искалечен. Его последние слова «Я хочу, чтобы все были здоровы и чтобы не было войны». Ветераны – это живые носители истории, свидетели и непосредственные участники тех великих событий, благодаря которым стала возможной мирная и свободная жизнь в Одессе. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше и меньше. И мы, потомки победителей, должны уделять им внимание, в котором они так нуждаются, дарить заботу и доброту, убежден Сергей Кивалов. Это то немногое, что можно сделать для людей, которые такой великой ценой отвоевали для нас мир, свободу и саму жизнь. «Я искренне поздравляю всех одесситов, ветеранов, тех людей, тружеников, которые ковали эту победу. Я поздравляю и желаю, наверное, самое главное, чтобы они были здоровы, чтобы мы всегда помнили этот подвиг. Я хочу, чтобы в каждой семье, в каждом доме было благополучие, удача. И пусть нас всех хранит Господь». Субтитры создавал DimaTorzok